МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только в краевой столице приняли участие более 700 человек. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Жители Тольменского района эвакуировали в пункты временного размещения из-за осложнившейся паводковой ситуации. Сейчас там потоплено почти сотни жилых домов и столько же приусадебных участков. В прошлую пятницу на реке Чумыш в районе железнодорожного моста образовался ледовый затор. Из-за него уровень воды превысил критическую отметку. Река вышла из берегов и затопила несколько населенных пунктов. Райцентр Тольмен, костелы Наумово и Луговое. Два дня на месте ЧП работали сотрудники МЧС. Спасатели всего около 200 человек. Проведенными взрывными работами с привлечением авиации затор был ликвидирован, угроза снята. Население в зоне риска было оповещено своевременно. Работа по эвакуации организована. Всего было эвакуировано 50 человек. Паводковая обстановка на данный момент стабилизировалась. Уровень воды в Чумуше резко упал и продолжает снижаться. Сейчас в пунктах временного размещения находится больше 20 человек, остальные у родственников и знакомых. А между тем, в Аби вода подбирается к критической отметке. На 15 апреля ее уровень составил 455 сантиметров над нулем водомерного поста, сообщает Политсибру со ссылкой на Краевой гидромедцентр. О чем еще пишут журналисты издания Сибирской медиагруппы. В обзоре далее. Этой весной синоптики прогнозируют небывало высокий уровень воды. При критической отметке в 540 сантиметров Обь в районе Барнаула может подняться до 6 метров. До Барнаульского поселка Затон Паводок еще не добрался. Хотя подтопление микрорайона неизбежно. По сообщению Политсибру активное повышение уровня наблюдается и в реке Бия. У Турачака вода прибыла почти на полметра. На всех реках края вскрылся, лед идет активное таяние. Журналисты Комсомольской правды сообщают о том, как будет организована работа общественного транспорта уже завтра в родительский день. С 7 часов утра и до 6 вечера добраться до городских кладбищ можно будет бесплатно. Информация о работе транспорта есть на официальном сайте Барнаула. К примеру, доставлять до Новомихайловского кладбища будут 40 автобусов. Для тех, кому необходимо добраться до Черницкого, будет организовано 15 трамвайных вагонов. На территории кладбищ организуют торговлю ритуальными принадлежностями. Желающим предложат инвентарь для уборки. 13 молодых учителей Рубцовска получили ключи от долгожданных квартир. Об этом пишет Рубцовск.Инфо. Среди новоселов школьные учителя, педагоги дополнительного образования, спортивные тренеры. По сообщению наших коллег, в Рубцовске остро стоит вопрос с медицинскими и педагогическими кадрами. Единственный способ привлечь в город молодых специалистов – предоставление им комфортного жилья. Елена Кузовкина, Наши новости. В пострадавшем от первой волны паводка Краснощоковском районе уже подготовили документы для получения жителями компенсации. Речь идет о выплатах за подтопленный дом или участок, а также утонувший скот. Местные власти рассчитывают, что размерах будет не меньше компенсации 2014 года. Тот, у кого затопило приусадебный участок, получает по 10 тысяч на человека. У кого была в доме вода, соответственно, если будут браться нормы 2014 года, я вам объясняю, прям подчеркиваю этот момент, то, соответственно, 50 тысяч на человека. Накануне Александр Бубрышев встретился с жителями нескольких сел, пострадавших от паводка. Он пояснил, что в районе составлен полный реестр подтопленных участков и домов. Но будут ли выплаты и в каком размере, это решение примут уже на уровне федерации. Между тем, жители сел рассчитывают, что им возместят ущерб из-за утерянное личное хозяйство. В Краснощоковском районе составили 73 дела, в которых перечислены утонувшие куры, свиньи и несколько голов крупного рогатого скота. Как объяснил глава района, такого рода компенсацию будут определять по рыночной стоимости животных и птиц. Правда, сами люди не очень верят, что дождутся компенсации. Почему? Подробнее расскажем в вечернем выпуске. Жители тысячи городов мира в минувшую субботу вновь сели за парты, чтобы проверить свою грамотность в рамках уже ставшей традиционной акции «Тотальный диктант». Только в краевой столице было организовано 11 площадок для желающих. Написать диктант решились более 700 человек. Насколько сложным оказался текст и почему год от года акция становится все более популярной, узнали наш корреспондент. За годы учительства, каждый из которых напоминал предыдущий и ничем особенным не выделялся. Впервые идея устроить проверку знаний русского языка пришла студентам Новосибирского госуниверситета 15 лет назад. После «Тотальный диктант» стали писать на шести континентах, включая космонавтов на МКС. Я считаю, что, конечно, нужно проводить подобные акции, потому что они взращивают, так скажем, любовь к нашему родному языку и в такой, может быть, юмористической форме позволяют нам проверить уровень грамотности. В этом году автором текста «Тотального диктанта» стала писатель Гузель Яхина. Организаторы отмечают, текст в плане пунктуации непрост, но многие подкованы теорией. Для всех желающих в классическом университете проводились курсы русского языка. В итоге, чтобы применить свои знания на практике, организаторы диктанта дали всего полчаса. Собственно, люблю литературу, поэтому особо не подготавливался, поэтому, чтобы по-честному так сказать было, надеюсь, что будет все хорошо. Я изучала правила весь год, поэтому я надеюсь, да. Есть такой сайт «Грамота.ру», там есть как орфографические упражнения, на орфографическую грамоту, так и на пунктуацию. Поэтому вот я, можно сказать, готовилась, но я надеюсь. Но пока я не напишу его на пятерку, я буду писать каждый год. Кто смог получить отличный результат, а кому знание русского еще следует подтянуть, будет известно уже 18 апреля. Именно тогда на официальном сайте тотального диктанта появятся его результаты. Кстати, самые смелые могут получить индивидуальную консультацию с филологом на следующий день после оглашения оценок. По крайней мере, так нам сказали на одной из площадок для написания диктанта. Валерия Усольцева, Александр Антропов. Наши новости. В минувшее воскресенье многие жители Барнаула наблюдали за ледоходом на обеим. Главная река Края полностью освободилась от зимних оков за считанные минуты. В социальных сетях появилось множество фото и видеозарисовок. Особо зрелищным и эффектным ледоход не получился. Лед этой весной покидал постепенно. Подвижки начались еще 8 апреля. Уже тогда вода вышла на поверхность и создавалось ощущение чистой реки. Так или иначе, посмотреть на явления, которые происходят ежегодно, пришли десятки человек. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды. Компания «Эвалар». Черника Форте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника Форте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Вновь пасмурно и дождливо. На территории края в Рубцовске и Заринске до 10 тепла. 9 в Бийске и Олейске. 7 в Белокурихе. 14 в Колунде. В Барнауле днем пасмурно и до 10 тепла. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова